Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы снова и снова рады приветствовать вас на нашем вечернем богослужении, на богослужении Церкви «Новая жизнь». Добро пожаловать! Давайте помолимся и будем вместе прославлять нашего Господа. Будем восхищаться им в нашей хвале и поклонении. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, Господь, и благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою общую благодать, которую Ты щедро являешь каждому человеку, живущему на этой земле. Мы благодарим Тебя за все, Отец, за Твою благость, за Твою милость, за все то, кем Ты являешься, за все то, что Ты делаешь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, за то, что Ты, Отец, открыл нам, Господа нашего, Иисуса Христа, Духом Твоим Святым. Благодарим Тебя за все, за кровь Агнца, которая мы омыты и очищены от всякого греха, за то, что этой кровью нам открыт свободный доступ во святое святых на небе. И мы можем без гнева и без сомнения воздевать свои руки к Тебе, поклоняться Тебе, славить Тебе, Превозносить Твое имя. Мы славим Тебя, наш драгоценный Господь. Когда я вижу закат на небе, Картина эта потрясает взгляд. Постичь пытаюсь Размах вселенной В благоговейном страхе Творцом жизни восхищем. Что я могу прославить? Что я могу отдать всю жизнь мою? Аллилуйя, Аллилуйя, Что я могу склониться? Каждый мой день прожить лишь для Тебя. Аллилуйя, 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 Когда я слышу О добром Боге, Кто сострадает Людям всей земли. Они на древе Тебя пронзили, Но ты своей любовью Все грехи Навек покрыл. Что я могу прославить? Что я могу отдать всю жизнь мою? Аллилуйя, Аллилуйя, Что я могу склониться? Каждый мой день прожить лишь для Тебя. Аллилуйя, Аллилуйя, Что я могу прославить? Что я могу отдать всю жизнь мою? Аллилуйя, Аллилуйя, Что я могу склониться? Каждый мой день прожить лишь для Тебя. Аллилуйя, 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 Поклоняемся тебе наш год, наша воочия Слышал я сотни историй о том Кто такой есть ты? Слышал я твой нежный голос любви В тишине ночи слышал я Что ты доволен и что я негоди Ты благой, добрый папа Вот кто ты есть, кто ты есть, кто ты есть Я любим Тобой Вот кто я есть, кто я есть Кто я есть, ты благой, добрый папа Вот кто ты есть, кто ты есть Кто ты есть, я любим Тобой Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть Видел я много попыток найти то, что счастье даст Но знаю, что всем нам нужно лишь то Что ты хотел бы нам дать, ведь ты знаешь Все наши нужды прежде всякой мольбы Ты благой, добрый папа Вот кто я есть, кто ты есть, кто ты есть Я любим Тобой Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть Ты благой, добрый папа, вот кто ты есть, кто ты есть, кто ты есть, я любим тобой. Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть, совершенен во всех ты путях для нас. Любовь такая сильная, не могу объяснить, мир такой чудесный, не могу говорить. Но зовешь ты глубже нас, но зовешь ты глубже нас, но зовешь ты глубже нас. Ты благой, добрый папа, вот кто ты есть, кто ты есть, кто ты есть, я любим тобой. Вот кто я есть, кто ты есть, кто ты есть, я любим тобой. Вот кто я есть, кто я есть, кто я есть. Здравствуйте, дорогие боги! Братья и сестры, слава Богу за эту уникальную возможность собраться нам сегодня снова вместе, открыть Слово Божие и размышлять над Ним. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за нашего Господа Иисуса Христа, что Он забрал все наши немощи, болезни, все наши проблемы, взял на Себя. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который уводит нас из суеты этого мира и ведет нас на путь познания истины, который ведет нас на путь ученичества и на путь познания Тебя, наш Господь. Мы просим Тебя, дорогой Бог, будь сегодня с нами, руководи, направляй мной и прошу, чтобы Ты руководил и направлял сердца слушающих. Великий Бог, будь прославлен сегодня, будь возвеличен, будь превознесен в наших сердцах. Аминь. Сегодня предлагаю поговорить об истине. Есть факты, есть правда, есть реальность, но есть и истина. Человеческий ум, он по ошибке принимает свою точку зрения и свое мнение за истину. Но что же такое истина? Если мы с вами заглянем в Википедию, то увидим там такую, прочтем такую информацию. Истина – это единственная, абсолютно, бесповоротно, бесконечно, беспрекословно верная информация. И дана следующая ее характеристика. Истину невозможно оспорить. Истина всегда наталкивается на упорное противодействие. Истина всегда уместна. Слава Богу, и сегодня. Истина не нуждается в проверке с помощью авторитетных источников. Истину мало кто знает. Хотя истина всегда существует, всегда открыта, доступна для всех, ничего не скрывая и не утаивая. Об истине есть множество высказываний великих и мудрых людей. Я хочу привести некоторые из них, и очень краткие. Истина всегда одна. Истина немногословна. Однако для лжи слов всегда недостаточно. Она неоспорима. Она солнце для разума. Истина беззвучна. Истина – плод света. Она не нуждается в защите. Истину надо искать, а не просто владеть ей. Истина – это потребность человеческого духа. Она опознается сердцем, и в ней смысл всей жизни. И последнее. Истина выдерживает проверку времени. Что же есть истина? Для начала давайте вспомним разговор, который состоялся в зале Римского суда между судьей-язычником и обвиняемым Иисусом из Назарета. Я напомню, что члены Синедриона, священники и правители пытались заставить Пилата утвердить их решение на смерть без допроса. Он отказался выполнить их просьбу, пока ему не скажут, в чем его вина. Он не мог поверить, что арестованный, который стоит перед ним, он способен замыслить, свергнуть правительство. На лице узника Пилат не находил ни малейшего признака ни вины, ни страха или дерзости. Перед ним стоял человек благочестивый и благородный. На нем лежала печать неба. Вы можете подробно прочитать об этом в Иоанна, 18 глава, с 33 по 38 стих. Мы видим, что Пилат отзывает Иисуса в сторону для допроса и задает ему четыре вопроса. И первый вопрос – ты царь иудейский? И мы видим, что Иисус не дает прямого ответа судье. Он желает побудить Пилата к размышлениям. В ответ он просто спрашивает – от себя говоришь? Или другие сказали тебе о мне? Другими словами он спрашивает – ты сейчас меня спрашиваешь, как судья, потому что меня обвиняют? Или как человек, который хочет узнать свет истины? И слава Богу за нашего Господа! Он использует и этот момент, чтобы коснуться голосу совести Пилата. Пилат, мы видим, как любой судья, ему не очень приятно, что на его вопрос следует вопрос, а не ответ. И он возражает – разве я иудей? Но продолжает допрос, задает ему вопрос – что ты такого сделал, что тебя приговорили к смерти? Здесь Иисус, он не оставляет Пилата без ответа и говорит – я пришел в этот мир недомогаться земного престола. Говорит, царство мое не от мира сего. Данный ответ он влечет новый вопрос – так все-таки ты царь? Спрашивает его Пилат. И здесь Иисус отвечает ему – ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает голоса моего. Другими словами, Иисус говорит ему, что мое слово только может открыть свет истины, свет моего царства, тайну моего царства. И отвечая судье тогда, он отвечает и нам с тобой сегодня. Мы видим, что в сердце Пилата появляется желание узнать истину, и он задает самый главный вопрос – что есть истина? Давайте представим обстановку, которая проходила за дверями этого зала. Там был шум, там были крики, суета, и первосвященники, они торопили судью с решением. И он не стал ожидать ответа, не дождавшись ответа, он вышел и объявил свое решение. Я никакой вины не нахожу в нем. Пилат, он упускает редкую возможность услышать истину из уст Иисуса. Дорогие, часто и в нашей жизни суета, она мешает нам познать смысл жизни. Вопрос Понтия Пилата, он прокатился эхом по всей истории, и этот вопрос актуален и сегодня. И хочу прочесть стихотворение, которое так и называется «Что есть истина?». «Да истина в вине», – сказал мудрец, и утопил свой ум на дне бокала. «Нет в красоте», – красавица сказала, и глупость подарила ей венец. Кто истину деньгами называл, нередко ею был разочарован. Пилат высоким саном коронован, имел лишь власть, но истину не знал. Нет, и им была не познана она. Я часто рисовал себе картину. В обличии человеческого сына стоит она пред ним, прекрасна и скромна, ответом на единственный вопрос, волнующий великих и ничтожных. Ведь людям на него ответить сложно, а Богу просто. Истина – Христос. Дорогие, истину трудно описать словами, даже стихами в полноте. Поэтому мы сегодня с вами обратимся к Священному Писанию. Приготовьтесь, что у нас будет много мест, и попытаемся найти ответы на три вопроса. Что есть истина, где ее можно найти, и что истина делает. Наш Господь Иисус не ответил Пилату, что есть истина, вернее, не успел ответить, но Своим отченикам Он открыл, и через них открывает и нам с тобой. Посмотрим Евангелие от Иоанна, 14 главу, 6 стих. «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус сказал очень кратко. «Истина – это Я». И мы можем с вами записать это равенство. Истина равно Иисус. Открывая священническую молитву нашего Господа в этом же Евангелии, 17 глава, 17 стих, мы читаем, что Иисус в молитве говорит Отцу, «Слово Твое есть истина, освети их истиной Твоей». Возникает еще одно равенство. Истина равно Слово Бога. И Слово Божие, оно является откровением истинной и главным критерием истинности. Если мы будем следовать математическим, логическим каким-то правилам, что истина равно Иисус, истина равно Слово Божие, то правомерное равенство, что Иисус есть Слово Бога. И мы находим подтверждение в Священном Писании. Откроем Иоанна, откровение Иоанна Богослова, 19 главу, 13 стих. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие». В современном переводе российского библейского общества этот стих звучит так. «На нем плащ, окрашенный кровью, и имя, которым Он зовется – Слово Божие». Иисус есть Слово Божие. И это как раз подтверждает и первые наши два равенства. И в Писании очень много мест, которые подтверждают эту истину, я приведу только одно. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины». Чтобы картина об истине была наиболее полной, я предлагаю открыть книгу пророка Иеремии, 10 глава, 10 стих. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. Истина равно Бог. Бог Он сотворил вселенную из ничего своим словом, и Он правит в умах людей словом истины». Посмотрим еще Евангелие от Иоанна, 14 главу, 16 стих. И мы узнаем следующее. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины». И в следующей главе, 15 и 26 стих. «Когда придет утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, еще одно равенство возникает, истина равно Дух Святой». Мы можем с вами соединить все эти равенства и представить истину в виде следующей схемы. И это полная картина об истине. Истина – есть триединый Бог, Отец, Сын, Святой Дух и Его драгоценное Слово. Глядя, дорогие, на эту картину, хочется всегда слово «истина» писать за главные буквы. Мы переходим с вами ко второму вопросу, где можно найти истину. Если мы откроем первое послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих, то мы там найдем исчерпывающий ответ. Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Только Церковь Бога Живого, она может нести истину по этой земле. Давайте посмотрим схему еще строения Церкви. И мы помним, что основанием Церкви является тот факт и то откровение Бога, что Иисус – это Христос, помазанник, Мессия и Божий Сын. Иисус является краеугольным камнем этого основания. Главой Церкви является тоже Христос. И в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих, он говорит, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Столпами и колоннами в Доме Божьем являются верующие люди, которые утверждены в истине и утверждены в Божьей любви. Главной движущей силой в Церкви является Дух Святой, «Сила Святого Духа». Церковь, дорогие, она не просто рассказывает и знакомит людей с истиной, она учит жить в истине. И задача Церкви – открыть человеку истину и открыть истинный Божий план, о котором Бог очень подробно пишет в Своем Священном Писании. В Ветхом Завете мы читаем, как это должно быть, в Новом Завете, как это было, и в Откровениях мы читаем, что будет, если не принимать истину. Нельзя, говоря об истине, не сказать о кресте. И я снова предлагаю посмотреть схему, которую мы раньше с вами уже видели, она называется «Путь спасения через веру». Я напомню обозначение, что шестиконечная звезда – это Бог, и в центре мы видим человек, созданный в духе, душе и теле. И дух – это круг, душа – сердце, и тело – это треугольник. И мы видим его три состояния, и мы сейчас посмотрим, что может влиять и влияет на эти состояния человека. Цель сотворения человека – это постоянная связь и единение с Богом в гармонии, в любви, в радости и в покое. и причем полная зависимость человека от Бога. И вот это состояние, первое с левым, это оно. Мы видим, что пришел на землю грех. Это непослушание Богу и непослушание Божьему Слову. И как результат – духовная смерть. Грех, он разрушает отношения. Прекращена связь с Творцом. Потеряны эти узы любви. Человек потерял источник жизни, любви, покоя, радости. И в человеке образовалась пустота. Вот это черное пятно в центре этой схемы – это и есть духовная смерть. Жизнь без Бога. Человек, он создан для того, чтобы любить и получать любовь. И он начинает искать любовь на этой земле, но не находит ее. Он начинает создавать идолов, кумиров, себе начинает поклоняться им и часто воображает из себя духовного гиганта. Давайте, дорогие, представим на мгновение, как тяжел этот разрыв был для Отца. Только Его единородный Сын Иисус мог видеть и одиночество Отца, и печаль, тяжесть этой ситуации. И самое главное – Иисус видел безмерную, безусловную любовь Отца к Своему творению. И именно любовь Божья она дала нам Спасителя. Мы читаем его. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И, дорогие, Сын Божий, Он приходит на эту землю, спускается со святых небес на нашу грешную землю, чтобы вернуть эти отношения, чтобы вернуть эту взаимосвязь между человеком и Богом. Иисус, Он зашел на крест, Он отдал Свою жизнь, отдал всего самого Себя. Для чего? А чтобы разрушить силу греха и победить смерть. Разрушить силу греха и победить смерть. Дорогие, только через крест стало возможно наше восстановление, восстановление человека и Бога. Человек возвращается к источнику жизни и источнику любви. Наш Господь так много сделал для нас, что нам есть за что Его и любить, и благодарить. Слава Богу! Человек, он не может познать Бога своим ограниченным интеллектом, и Бог об этом хорошо знает, и Он дарует нам с вами Святого Духа. Это не только Дух порядка и Дух силы, это Дух премудрости и откровения к познанию Бога. И Павел в Римлянах, 8 глава, 11 стих, очень ярко пишет, «Если же Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Дорогие, Дух Святой, Он дарован нам, чтобы заполнить вот эту пустоту в наших жизнях. Дух Святой дарован, чтобы мы получили новое духовное рождение. И самое главное, дорогие, что наш Господь Иисус Духом Своим Святым пребывает внутри нас, внутри наших сердец, и Он желает руководить нашей жизнью и руководит изнутри. Это то царство внутри нас, о котором Иисус и говорил Понти и Пилату. И, дорогие, ангелы, они завидуют нам, потому что они служат при Боге, а в нас, людях, Бог пребывает, пребывает постоянно. Дорогие, без этого понимания истины все в нашей жизни будет набожностью, религией и суеверием. Еще хочу напомнить три момента, что признать истину мы можем только верой, верой в Слово Бога, понять истину, это понять, что Бог Он с тобой и в тебе, и принять истину, это принять Бога в свое сердце и иметь с Ним живые отношения. Мы подходим с вами к третьему вопросу, что делает истина, и Священное Писание нам здесь отличный помощник. Я постараюсь по минимуму комментировать, пусть само Слово Божье убеждает вас в этом. Но прежде всего, истина – это начало всего, что сотворено. И Евангелие Иоанна, первая глава, первый стих, я прочитаю в современном переводе. «Изначально был тот, кто является Словом, он был с Богом, через него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него». Дорогие, истина – она начало всего и в наших жизнях. Принял Иисуса, начал жить. Истина также освещает наши жизни, и мы уже смотрели Иоанна 17, 17, где Иисус говорит «Освети их истиной Твоей». И когда наши глаза, они встречаются с истиной, они начинают видеть, уши начинают слышать, и сердца становятся мягкими и плотяными. Истина дарует нам веру, римлянам 10, 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Истина дает нам свободу от греха и смерти. Мы читаем у Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно, мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина также дает нам новое рождение от Духа. Яков в 1 главе, 18 стих, пишет «Восхотев, родил Он, восхотев, родил Он нас словом истины, дабы нам быть некоторым начатком Его созданий». Истина дарует нам спасение. Петр в 1 послании 2, 2 пишет «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрастать вам во спасении». Истина нас судит. Послание евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее меча бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Дорогие, истина, она работает с нами, она учит нас разделять святое и грешное, душевное и духовное, и она судит наши мысли и наши поступки. Истина также делает нас успешными. Я нашла в Священном Писании две формулы успеха, и одна из них у Иисуса Навина 1, 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». И вторая формула, она в первом псалме «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод в свое время и лист которого не вянет». И, внимание, что он не делает, успеет. И последнее, очень важное, что делает истина, она дарует нам вечную жизнь. И прочитаем слова самого Господа в Евангелии, 8 глава, 51 стих. «Истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». И вот, подводя итоги этого раздела, что делает истина, мы можем сказать, истина является началом всего, она дарует нам веру, она дарует нам свободу от греха, она нас воспитывает, дает нам новое рождение, делает нас успешными и ведет нас в вечность. Истина делает нас настоящими. У человека, дорогие, всегда есть право выбора, и только сам человек может открыть двери своего сердца для истины. Но Бог очень откровенно говорит с нами через свое слово и предупреждает тех, кто не принимает истину. Я предлагаю прочитать Евангелие от Иоанна, 8 глава, 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». 43 стих. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». 45 стих. «А как я истину говорю, то не верите мне. Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Дорогий французский философ, почетный член Петербургской академии наук Дени Дидро писал, «Для истины достаточный триумф, когда ее принимают немногие, но достойные. Быть угодным всем не ее удел». Олев Николаевич Толстой написал, «Истина, выраженная словами, есть могущественная сила в жизни людей». Великая почесть, которую может оказать человек истине, это руководствоваться ей. И в Новом Завете очень много советов, как поступать с истиной. Я постаралась выбрать все и прочту их. Искать истину, верить ей, познавать, жить в верности истине, послушаться, сорадоваться, поступать по истине, поклоняться Отцу в истине, покоряться истине, держаться, быть вестником истины. Не уклоняться от истины, не отпадать от нее, стремиться к ней. И самое главное, любить истину всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Дорогой друг, если ты еще не уверен, что ты рожден заново, и что Иисус живет в твоем сердце, или, возможно, ты еще не примирился с Богом, и Он не стал твоим Господом и Спасителем, я предлагаю помолиться и пригласить Бога в наши сердца. Можете повторять за мной вслух или про себя, как вам будет удобно, можно закрыть глаза. Единственная просьба, молитесь от всего сердца. Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве и признаю, что я грешник. Я прошу тебя, прости мне все мои грехи. Я больше не хочу жить по-прежнему. Я нуждаюсь в тебе, в твоей любви. Я хочу быть с тобой вечно. Я верю, что твой Сын Иисус умер на кресте за мои грехи и воскрес для моего оправдания. Прошу тебя, Господи, войди в мое сердце и в мою жизнь. Освяти меня и руководи всей моей жизнью. Благодарю тебя, что ты слышишь мою молитву и принимаешь меня такой, какой я есть. Я верой принимаю твое прощение и спасение моей души для вечной жизни. Я молился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие, пусть Бог благословит вас на этом пути познания истины, на этом пути ученичества. И хочу привести еще одно место Писание не видела того глаз, не слышала того уха, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог ищущим его. Аминь. Дорогие, спасибо вам огромное за ваши любящие и щедрые сердца. Спасибо, что вы любите Бога, любите ближнего и дальнего и любите церковь. Давайте будем продолжать сеять на этой ниве любви и принесем сегодня свои даяния и приношения в Дом Божий. Чтобы выбрать способ пожертвования, давайте посмотрим ролик с Миром Божьим. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02 2 2 2 3 4 4 5 5 6 7 6 Продолжение следует...